У нас начинается решающая третья игра противостояния Соки против Демаги. Счет пока что 1-1. И Демаги надо сейчас выложиться на все 100%. Я бы даже сказал больше. Ну, больше 100% обычно не бывает, но в таких случаях говорят на все 120, 200, 300 и так далее. Увы, к сожалению, больше 100% сделать нельзя. В данном случае, по крайней мере. Тем не менее, Демаги надо выигрывать обязательно на ту партию. Если он выиграет, он тут же поднимется в турнирной таблице где-то на пункт А3. То есть, станет он на 8 место. И, соответственно, шансы попасть в топ-6 у него очень увеличатся. С другой стороны, ему просто-напросто нельзя сейчас проигрывать ни одной игры. Осталось у него всего-навсего 4 матча. Вот этот включаю. И это, конечно же, маловато. Маловато, но надо держаться. Не очень хороший респаун для Демаги. Соки появляются на 6 часов. Демага появляется на 3 часах. Это означает ближние респауны. А ближние респауны на Ласт Темпле это то, что вы не хотите видеть. Если вы играете, конечно же, за зерк. Если вы играете за протас, то, наоборот, вам это доставит очень много радости. Почему? Потому что тут можно слишком уж удобно пушить при помощи 4 варпбит пуша. Более того, можно поставить вот здесь пилон для того, чтобы варпать юнита. А также добавить фотонку здесь, потом 2 фотонки здесь и, соответственно, запереть зерка на 2 базах. Ну, зерк просто никогда не выйдет. Держать его можно будет форсилдами. Сами стоите с основной своей армией на золнаге. И как только зерк пытается рыпнуться, вы его тут же ограничиваете, тут же зажимаете. Нашел быстренько своего соперника Сокопь. Демага понимает, что это, увы, ближние респы. И надо играть как-то агрессивно. Я надеюсь, что Демага сейчас не будет делать какую-то... Ой, ну, красавчик. Как он передвигает своих рабочих, как он игнорирует то, что сейчас мешает ему Зок. Это просто великолепно. Но, судя по всему, Демага не расстраивается. Он спокойно играет, играет уверенно. Строится у нас пульчик. Достроился газ. Начинается добываться газ для того, чтобы сделать апгрейд на скорость. И посмотрим, что делает у нас Сокопь. Я лично ставлю на то, что тут будет 4 Warbit Push. Мне кажется, что это, скорее всего, наиболее вероятная тактика со стороны Протаса. Ну, Демага в Корее не зря провел, сколько там, 2 недели, по-моему, да? Они играли на корейском ладдере. А вот что, что умеют делать корейцы, так это разыгрывать стандарты. Они тратят очень много времени для того, чтобы довести свои стандартные ситуации просто-напросто до идеала. Соответственно, 4 Warbit Push'а на ближних респаунах у корейцев очень смертельные. Там все рассчитано вплоть до доли секунд. Секунды слишком много для корейцев. Они рассчитывают еще более точно. Шутка, но тем не менее. Поэтому играть на корейском ладдере, это означает очень сильно укрепиться против стандартов. Против всяких ражей, чисел и прочей-прочей гадости. Европейцы играют более расхлябно, поэтому сейчас у демаги, конечно же, должно быть хороший задел в скилле перед немцем. Так, добавляется у нас второй газ. Это означает, что будет громадная куча сэнтри. Могу сказать, что так и нужно играть, потому что, когда вы будете атаковать своего противника, вам, во-первых, хорошо будет раскидывать форсфилды для того, чтобы ограничить его армию, например, здесь. И самое главное, конечно же, поставить форсфилд вот здесь. Таким образом, дотекание зерга с мейна будет просто просто стоять на главной базе и пытаться протиснуться. Понятное дело, что у них не получится. То есть, просто кидается по одному форсфилду и победа у вас в кармане. Если зерк делает арканов, вы включаете, конечно же, гварданшилд и просто-напросто отсекаетесь зеренком, чтобы зерги не подошли к вашим сталкерам, а сталкеры с тараканами как-нибудь там разберутся. У нас добавляется два гэтвея. Интересно, их добавляет сэк, и таким образом, если будет лететь оверлорд, если сейчас демага будет сакрафатить свой оверлорд, чтобы узнать, что там делает протас, то он не факт, что увидит все гэтвеи, которые сейчас поставит немец. Да, вот ставит он четвертый гэтвей, и это означает 4 варгет пуш. Никаких экспандов тут не будет. Сентри сразу же отправляется в другой угол для того, чтобы перехватить оверлорда, который наверняка полетит со стороны демаги. Вот чем неприятен у стемпла? Во-первых, тем, что могут быть вот такие вот ближние респауны. Во-вторых, тем, что очень большая главная база. То есть, в куче мест можно расставить ключевые здания, и, соответственно, зерк их никогда не увидит. А поскольку зерк их не увидит, то ему придется угадывать. Сейчас наверняка еще будет симулировать постройку второй базы. Почему? Потому что, видите, в центре стоит у нас всего 50 минералов и 100 газов. Таким образом, просто-напросто делает сейчас одних центри, которые стоят мало минералов. У него хватает ресурсов для того, чтобы поставить себе нексус, тем самым он говорит зерк, как будто бы он играет в защиту. И при этом еще в центре копят энергию. Энергию, которая очень сильно потом пригодится для форсфилдов, для гавардияншилда. И это, конечно же, будет очень-очень неприятно. Тем временем демага не ведется. Посмотрите, он уже клепает армию, у него уже есть тараканы, он не делает лейр для того, чтобы сберечь ресурсы и подстроить больше войск. Добавляется еще одна королева. Есть зерлинг, у зерлингов есть апгрейд на скорость зерлингов. Очень много. И это означает, что 4 варгейд пуш, скорее всего, будет отбит. Сока и об этом еще не знают, зато знаем об этом мы. И смотрите, даже не ставит он нексус. Не пытается он убедить своего соперника, что такое будет. Прилетает... Ой-ой-ой, вот это вот, конечно же, жалко. Прилетает феникс, но он, по-моему, не увидел... Или увидел? Увидел он, наверное, все-таки зерлингов. И сок тут же останавливается, тут же ставит себе форж и начинает менять свою стратегию на быстрый нексус. Но нексус не такой уж быстрый. Обычно зерги... Вернее, прошу прощения, проток составит нексус на 6.30 максимум на седьмой минуте. Сейчас же у нас начинается уже... Время заканчивается восьмая минута. Начинается девятая. И это означает, что нексус уже отстает где-то на полторы минуты. На минуты как минимум. Это, конечно же, хорошо для зерга. Зерг, правда, следит на слабенькой экономике, потому что у него добывает всего-навсего 23 рабочих. Это мало. Но, тем не менее, у него экономика практически такая же, как у Протаса. И как только у Протаса поставит себе экспант, димага, конечно, тут же подстроит себе рабочих. Молодец, сок, что перестраивает свою стратегию. Он тут же добавляет себе еще фотоночку. Он прекрасно понимает, что сейчас зерг будет пушить. Не зря, что он наделал такую армаду. И тем временем отсылает одно разведочного зерлинга димага. Он очень интересному, что там у Протаса. Видит всю эту шоблу. Очень много войск сейчас у Протаса. При учете на то, что тут еще куча в центре. 9 центре. У каждой центре сейчас 150 энергии. 150, ну, не у всех, конечно же, но у многих. Это означает, что у нас ждет просто громадное количество форсфилдов. И это, конечно же, очень плохо для зерлинга, потому что зерлинги просто не добегут до юнитов противника. Тем не менее, игра у нас уже переходит в лейтовую стадию. Причем очень-очень-очень поздный Нексус. Делается апгрейд на атаку. Этот апгрейд очень важен сейчас для Протаса, потому что у зерга апгрейдов нет. При этом, все-таки... Ой-ой-ой, Протас нападает. Если сейчас будет заруба, то придется отложить этот разговор. Так, сталкер пытается нахарасить хоть что-нибудь. Отлично стоит Димага, он не рыпается. Нужно подлечить сейчас этого Таркана. Нет, один Таркан умирает, умирает. Похоже, еще и второй. Нет, достраиваются у нас саночки. И давай, давай, нападай. Очень холоднокровно сейчас играет Димага. Раскидывает тут же немец форсфилды и убивает одну королеву. Абрадость сжертвуется этим зилотом. Ну, не так уж страшно. Так вот, для чего сейчас нужно апгрейд на атаку Протасу? Понимаете, у зерлингов 35 хитпоинтов. Соответственно, зилоты бьют 2 раза по 8 демеджа. Соответственно, они делают 16 урона. И для того, чтобы убить зерлинга, ему нужно сделать 3 удара. Но как только появляется апгрейд на атаку, зилоты начинают делать по 9 демеджа. То есть, они делают 18. И 18 плюс 18 получается 36. Соответственно, зерлинг умирает с 2 ударов. Таким образом, как только появится апгрейд на атаку у Протаса, зерлинги против зилотов начнут умирать в 1,5 раза быстрее. Это очень много. Ну, представьте, если воюет 2 зилота против, например, 8 зерлингов. Ну, хорошо, там, допустим, против 9 зерлингов. И воюет 3 зилота против 9 зерлингов. То есть, в одном случае зерлинги должны побеждать, а в другом случае побеждают, безусловно, зилоты. Более того, при учете то, что это будут зилоты с апгрейдами, то это означает, что они будут драться эффективнее, потому что не будут толкаться, плюс могут выбирать отличную позицию для себя, то есть в узких местах и прочее. Ой, я рабочим не даю поставить саночки. То получается, это будет более эффективно, чем просто наклепать кучу зилотиков. О, молодец. Сок находится в третью базу своего соперника, пытается ее поставить демага. На пофиг он... Да, ты знаешь, что у меня база. Ну и что? Говорит демага, и идет убивать зилота. Сок пока что не рыпается никуда. Он знает, что у противника очень много войск. Демага тем временем достроил спайр, делается муталевский. Это интересный переход со стороны демаги, при учете то, что у немца очень много сентри, очень много сталкеров. Значает, что будет постоянно включаться гвардиан-шилд, и муталевскому будет убивать войска протасу очень тяжело. Все, что сейчас нужно сделать немцу, это добавить себе апгрейд на блин, который уже доделывается, и при этом делать, конечно же, апгрейды на атаку. Апгрейд на атаку уже один есть, доделается второй, остается совсем чуть-чуть времени. При этом постоянно раскидываются бусты. Соответственно, апгрейд делается в два раза быстрее. Демага в это время копит муту, и сейчас должен будет уже нападать. Мута уже достаточно. Перекапываются саночки поближе в центр. Отлично перекапывает их, кстати, демага. Посмотрите, саночки становятся красивой стенкой. Соответственно, атака отсюда протаса будет, скорее всего, отбита очень хорошо. Так, муталевский пока что даже не рыпается. Протас выходит в центр, очень опасно. Нужно срочно выдвигать еще тараканов, нужно добавлять еще войск, строятся зернинги. Но у зернингов нет апгрейдов, как я уже говорил. Соответственно, зилоты, которых тоже тут немало, будут драться еще лучше. Ой-ой-ой, и мута, на мута налетает, убивается первая фотонка. Почти потерял муталевского. Смотрите, два муталевского с двумя хитпоинтами. Блинковый со сталкер сделает еще один выстрел, но пока что демага ничего не теряет. Заставил Протаса отвезти рабочих. Соответственно, сейчас на газе надо возвращать Протасу рабочих. Да, срочно вспомнил об этом, добавляет себе еще фотонки. Но самое главное, это то, что Протас сидит дома. Протас никуда не уходит. Уже два апгрейда на атаку есть, делается третий. Снова попытка Протаса выйти вперед. Но тут еще больше саночек, еще добавлено спор на всякий случай, если будут всякие Дарк Темплары. Разделяет почему-то Протас сейчас свои войска. И непонятно, будет ли он нападать. Как я уже говорил, очень много сентри, поэтому, конечно, демаге будет нелегко. Добавляет он еще кучу зеллингов. И снова, снова налетает муталевский. Тут в фотонке сейчас не хватает Протаса, теряет он пилон. Но демага на самом деле просто отвлекает своего оппонента. Он пытается его заставлять бегать туда-сюда. И, соответственно, не может Протас напасть. Разбирает в соке себе камни. Но на самом деле, брать тут базу, мне кажется, это слишком уж нагло. Ну, ладно, посмотрим, что получится. Муталевский, посмотрите, просто-напросто убивает рабочих. Отлично пролетела демага. Уже убито 15 рабочих. А, нет, прошу прощения, 6 рабочих. Я не туда посмотрела. 6 рабочих тоже немало. И видит он Dark Shrine. Это то, что, конечно, надо обязательно заметить. Справляется Дарк Темплары. Понятное дело, что один Дарк Темплар бежит на третью базу. На самом деле, тут 3 Дарк Плара. Это означает, что база у нас умрет с очень большой вероятностью. Да, Муталевский летят, но просто-напросто нет сейчас оверсира, поэтому тут уже ее не спасти. Ползет королева, но сделать она ничего не сможет. И это минус третья база для Зерга. Неприятно. Очень неприятно. Тем временем, Протас опять собирает свою армаду. Хочет он выйти. Пока что армия вроде как у Зерга более дорогая, но Муталевский сейчас не особо эффективный. И не говоря уж про Зеренков. Нападает Протас. Зеренки срываются вперед. Тут же их отводит Димага. Форсфилды кидается мимо. Ой-ой-ой. Минус Санкин. Минус второй Санкин. Снова раскидываются Форсфилды. Санкин сейчас упадут все. Муталевский должны подлететь. Вот подлетает Муталевский. Отличные Форсфилды со стороны Сокея. Начинает драться Муталевский против Сталкеров. Пока что это не очень хорошо для Димаги. Но вот наконец-то Форсфилды заканчивается. Вламывается вся армада его. И Муталевский начинает уже наяривать по полному. Потому что на себя слишком много дамаж собирает именно Зернинги. Зилы-то растворились. Соответственно, сейчас Сталкерам очень неудобно драться. Спавнятся у нас новые Зилы. Это подходит уже вся армада Зерга на Экспанд Протаса. И Протасу приходится не сладко. Тем не менее, не нужно сейчас отдавать Муталевский, когда отлетает Димага. Тем не менее, Тараканами он все равно продолжает пушить. Идет дотекание со стороны Димы. И похоже, что сейчас ситуация очень хороша для Зерга. Войску Протаса остается мало. Уже растворяются рабочие. Рабочих на Экспандии совсем чуть-чуть. Тем временем Протас пытается пробежать Дарком. И у него вроде как получается. Посмотрите, неужели этот Дарк нарежет что-то на Мэне? Это единственная надежда. Просто потому, что свой Экспанд он уже потерял. И, возможно, также и Мэн. Слишком много остается все-таки армии у Зерга. Да, приходит Дарком Плар. Пока что ничего он не сделал. Всего-навсего один киллс у него. Зерга время поднимается на Мэн. И, по-моему, это GG. Отбиваться нечем. Остается всего-навсего три фотонки, которые пытаются что-то там убить. Да, немец сдается. И это 2-1 Димага побеждает.